Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон и мы вновь играем в Хасл Касл. На самом деле я хотел сегодня снимать стрим, но у меня подвело качество интернета, поэтому сниму обычный ролик и расскажу, что у нас нового. Нового у меня на самом деле много всего, потому что в выходные я не снимаю, но тем не менее играть играю. И за выходные я тут неплохо подкачался. У меня появилось много новых жителей. Так, ты у нас мозоль. А знаете на самом деле что за мозоль? Хе-хе-хе. Это не в честь какого-то подписчика я её назвал. Мы её сейчас переименуем. Кстати, хорошая девочка родилась на 4 звезды. Дело в том, что я тут за кадром. Так, вот ещё у нас новый ребёнок. Так, давайте его сразу. Котик и Лукас его родили. Вот, смотрите. Я тут за кадром. У меня некоторые дети рождались, но я им не давал никаких ников, потому что я был за городом. Ну, там мне было лень лазить в YouTube, искать, кто из подписчиков что просил. Я им давал такие ники по именам отца. Вот, допустим, у меня уже была, кстати, девочка от Лукаса и Котика тоже. Но она, правда, плохой получилась на 2 звезды. Пришлось её выгнать. Но я её назвал Лукошком, чтобы запомнить, что это дочка от Лукаса и Котика. Ну, типа Лукас, Кошка, Лукошка. А вот эта Мазоль, это был ребёнок от Мазка и Лукаса. Ну, то есть Мазок, Мазо и плюс Лукас, Мазоль, короче. Вот так вот у меня получилось ассоциативно. Так, ладно. Как мы назовём этого парнишу? Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут по комментариям к прошлому видео. Почему я баба? Я же мужик. Мазок у нас негодует. Так, как мы назовём? Как мы назовём ребёнка? Так, привет. Назови следующую девочку именем Бджокер, хоть я и мальчик. Так, а давайте вот эта Мазоль у нас как раз будет Бджокером. Так, как там пишется? Б большая. Погодите. Дж большая. Кажется, О большая, а всё остальное маленькое. Что-то типа того было. Или даже О через ноль. По-моему, как-то даже так было, да? Или даже вот так. Ну ладно, я не знаю. Это не суть, важно. Давайте вот так. Джокер. Наверное, так. Ещё у нас, да, одного ребёнка надо назвать. Мне не везёт. Да, вот, кстати, Фриэду не везёт. У нас вот прям не везёт, не везёт. Давайте мы в честь него сейчас назовём, в принципе, ребёнка. Уже, чтобы наверняка он закрепился в нашем замке. Хотя уверенным, конечно, быть нельзя. Каким вот этот получится Артём? Ну, будем надеяться, что наконец-то Фриэду повезёт. И Артёмка вот этот, ну, теперь уже Фриэд будет нормальным мальчиком. Так, окей, подтверждаем. Также у нас, ребята, вот там Зеро в чате. Может быть, успели посмотреть. Просил назвать в честь него кого-нибудь. Вот у нас Зеро в замке появился. А вот Фриэд на две звезды, с ним придётся, с ним придётся снова расстаться. Уже второй раз я расстаюсь с Фриэдом. Также у меня, ребята, появилось в замке несколько новых построек. Смотрите, вот это здание позволяет прокачивать людям алхимию. Вот этот вот показатель, чтобы они могли добывать больше маны. Также у меня появилось такое же здание для прокачки поваров и щитоводов. У меня уже есть такие грамотные повара с уровнем навыка на восьмёрочку. Они, соответственно, больше еды их делают. Так, и вот у нас ещё один повар. Здесь это слоняется без дела. Но она рожала, видите, была занята. Теперь может это идти работать. Щитоводы у нас, в принципе, ну, я смотрю, у нас тут хватает непрокачанных щитоводов. Надо их отправить на курсы повышения квалификации. Вот ты здесь, да, четвёрка, а у тебя восьмёрка. У тебя всё окей. Восьмёрка, восьмёрка. Вот один непрокачанный щитовод. Ну, в принципе, его можно и не обучать уже. А, нет, я хотел сказать, потому что Атила прокачан. Но нет, Атила ещё не докачан. Ну ладно, пускай пока что идёт подучица. Может быть, в будущем она нам пригодится. Потому что все эти здания, они будут расширяться до трёх клеток, я так понимаю. И потом мне надо будет шесть щитоводов вместо четырёх сейчас. Также, ребята, вот четвёртое место заняли в последней гильдийской войне. Но если честно... А, мы здесь что-то вообще даже ни одного форта не заработали. Ну-ка, дайте гляну. Ну, вообще, если честно, мы довольно-таки часто сейчас первое-второе место обычно в последних войнах занимали. Войны здесь имеют регулярный характер. Ну, видать, здесь какие-то мощные противники были, не знаю. Я вот замечаю, что войны здесь, в принципе, четыре раза в день. Каждые шесть часов можно на них регистрироваться. Вот следующий у нас будет через четыре часа. И мы довольно часто занимаем призовые места. И поэтому даже смогли, смотрите, наскрести на третий сундук. Вообще, самое крутое, наверное, было бы, вот если бы мы на четвёртый наскребли, здесь от двух до пяти эпических карт гарантированно дадут всем в клане. Представляете, вот как здорово, да, было бы. Ну, всем в клане, кто хотя бы тысячу звёзд заработал. Но тех, кто столько не зарабатывает, я кикую. Я периодически это, чищу клан от тех, кто не активен и не зарабатывает звёзды. Единственное, что мне очень не нравится здесь система в игре. Понимаете, в чём проблема? Проблема в том, что, ну, вот смотрите, я, допустим, включаю. И, ну, вот эти двое человек в самом низу, я не могу сказать, что они плохо набивают звёзды. Я их просто взял в гильдию недавно. И нету какой-то системы, которая помогла бы показать, ну, среднюю скорость добычи, ну, допустим, звёзд игроком за последние три дня. То есть, допустим, вот этот человек, да, Варлард, у него, кажется, 15 тысяч звёзд, и его вроде выгонять не за что. Но что, если он уже месяц не играет? Ну, предположим, да? То есть, предположим, он уже месяц не играет, и я даже об этом не узнаю. Здесь нету таких механизмов отслеживания. То есть, если я хочу реально знать, кого я выгоняю из гильдии, кто вносит вклад, а кто нет, мне надо выдумывать себе головную боль. Мне надо брать вот эти все ники, переписывать их на листочек, и вести какую-то динамику. То есть, через три дня, допустим, заходить, и опять писать, сколько у кого звёзд было, стало, и смотреть уже, кто молодец, а кто не молодец. Да, я мог бы этим заняться, но я на самом деле надеюсь, ребята, что этим займётся кто-нибудь из моих подписчиков. Не знаю, если кто-то готов, пишите мне ВКонтакте, мой ID 50505215. Нам нужен такой человек, который будет отслеживать количество звёзд внутри клана, и, в общем, смотреть, кто молодец, а кто не молодец. Но я, наверное, об этом ещё в кланчате напишу, потому что иначе очень трудно смотреть, кого действительно выгонять, а кого оставить. Вот непонятно. Некоторые недавно вступили, поэтому у них ещё мало звёзд, а некоторые уже, допустим, могли игру два дня как бросить, у них звёзды вообще не растут, но ты этого даже не заметишь, если ты специально не записал на листочек. В многих играх хотя бы пишут, что там человека не было в игре там 25 часов. Здесь такого нету, и это меня не радует. Так, ладно, к другим новостям. Ну да, клан наш, в общем, неплохо сейчас развивается, часто занимаем призовые места, потому что неплохой онлайн в целом. И что касается меня, у меня, ребята, тоже приятная новость. Я здесь неплохо последнее время участвую в турнирах. Вот видите, у меня уже 26 боёв я провёл. Три раза брал золото, два раза серебро, пять раз бронзу. Но сейчас я уже призовые места начал чаще занимать. Во-первых, я чуть-чуть приоделся, хотя мои шмотки до сих пор не самые лучшие. Ну вот здесь такие зелёные клинки. Но раньше я, в принципе, бронзовые места даже вот с такими серыми клинками занимал. А сейчас уже зелёные, это получше. Потом выбил для воина, для своего синюю броню. Хотя у него и так была синяя. Но у него была синяя вот эта броня. А выбил сейчас вот маленько другую, гораздо больше здоровья дающую. Хотя вот эта давала ещё магическую броню. Ну, да, ну, в принципе, вот эта, мне кажется, получше, наверное. Скорее всего, но это не точно. Хотелось бы выбить для своего воина оружие. Какое-нибудь дамажащее, такое хорошее, там, синее. Или что-нибудь в этом роде. Использую я сейчас следующую связку. У меня идёт один даггерщик, один воин. Даггерщик, он в лёгкой броне, поэтому у него здоровья мало, но большой дамаг. Он бежит, как правило, и всегда умирает первым. Потому что он бежит вперёд, ну, вперёд паровоза. Его сразу быстро надамаживают, он погибает. Но у меня маг воскрешающийся. То есть, потом, как только он умирает танковать, начинает танк. То есть, вот этот парень в тяжёлых доспехах. И оживает парень с мечами и начинает дамажить. Также у меня сейчас за полторы тысячи я купил фолиант запрета. Это уникальный артефакт. Уникальный артефакт, это значит, что у них они дают какой-то особый эффект. И этот эффект будет работать только у одного артефакта. Нету смысла покупать... Можно купить два одинаковых фолианта, одеть их разным юнитом, но работать будет только один. Вот как бы такая фишка. Работает он следующим образом. Когда у вас кто-то помирает, он может появиться на вашей стороне, лучник, который будет бить врага. И на самом деле сейчас он работает очень круто. Иногда появляется лучник, который просто может за... Ну, он появляется на 6 секунд. Но сейчас часто это срабатывает так, что за 6 секунд мой лучник ещё успевает убить вражеского лучника, который там стоит где-нибудь в третьей линии. Очень крутая штука. По крайней мере, сейчас поначалу. И вместе с ним, с вот этим фолиантом, мне на арене стало сражаться гораздо проще. Ну, давайте я... Я вот хотел на самом деле сделать стрим и во время стрима на арену ходить вот как бы... Вот прямо это... 8 билетов у меня, видите? 8 билетов, ребята. Я хотел без конца ходить на арену во время стрима, но поскольку интернет лагает, я думаю, я этот стрим отложу на потом. Мы ещё как-нибудь повоюем. А сейчас я просто заеду, покажу вам, как я воюю в турнире и покажу вам кое-какую тактику, которая действительно вам многим может помочь. Я об этой читерской тактике узнал, когда вот мне один раз мне повезло попасть на арену, где все враги были слабже меня. И я подумал, нифига себе, вот это круто. Я подумал, теперь я точно займу первое место. А в итоге я занял третье место. Меня обогнали два парня слабее меня. И когда я начал думать, почему они смогли меня обогнать, я понял почему. Они использовали тактику, они не атаковали первым ходом. То есть первый ход они пропускали. Вот как эта тактика работает. Я сейчас буду так же. Первую фазу я пропускаю. Смотрите, если я, допустим, кого-нибудь сейчас бы ударил, предположим, там сейчас в игре, ну, допустим, пять игроков сильнее меня. Вот я кого-нибудь ударю, я мог бы попасть там на восьмое место. Следующим ударом, допустим, я мог бы попасть на какое-нибудь пятое место. И очень скоро я бы попал в такую ситуацию, что выше меня все враги были бы сильнее меня, которых я не могу атаковать. Они же, ну, как бы это, они же меня... То есть тут, смотрите, как после первой фазы тут как идет. Если враги выше тебя, то ты их можешь бить на плюс сорок пять очков. Если ниже, на плюс тридцать. И если ты пропускаешь первую фазу, то ты позволяешь всем нубам вырваться вперед, и потом можешь на них зарабатывать плюс сорок пять очков. При этом у тебя много целей для атаки, и ты всегда можешь выбирать, кого ударить. Ну, практически всегда. И тебя не ставят в такую безвыходную ситуацию, что либо ты бьешь сильного игрока на плюс сорок пять, и, скорее всего, проигрываешь, либо бьешь слабого, но только на плюс тридцать. Короче, эта тактика позволяет реально обогнать тех игроков, которые сильнее тебя, но и при этом, как бы, если они, конечно, тоже не используют эту тактику. Потому что я замечаю, что именно топы часто этой тактикой пользуются. Смотрите, первый ход мы пропускаем. Он там уже... У всех галочки. Вот эти все люди атаковали. А вот этот парень, видите, у него девяносто восемь тысяч мощи. Он тоже, похоже, будет использовать мою тактику. Ну, не мою, это общепринятая здесь тактика в игре. Он, видите, тоже не стал первый ход использовать. Но это не потому, что, я думаю, он АПК, а потому, что он просто использует такую же тактику. Теперь, смотрите, ждем, пока сейчас начнется вторая фаза. Мог бы, конечно, перемотать. Ну, да ладно, тут несколько секунд осталось. Далее. Сейчас, когда начинается следующая фаза. Мы не бежим бить первых попавшихся врагов. Мы смотрим, кто как будет воевать. И нас интересует следующая вещь. Смотрите, ну, допустим, вот сейчас Солос кого-нибудь ударит и победит. Если он победит, он набирает там дополнительные очки. Но у него там будет, допустим, там 50 с лишним. Это значит, что в следующий ход, не во второй, а в третьей фазе, я смогу этого Солоса ударить. Но если сейчас кто-то из этих игроков ударит и проиграет, ну, допустим, у него 25 очков, и он на кого-нибудь нападет и сольет атаку. Не выиграет. Это значит, что я, кого бы я ни бил, я его обгоню и с ним уже драться не буду. Поэтому надо именно бить вот таких проигравших. Для этого мы сейчас следим, кто проигрывает. Так, первый, кто проиграл, это вот этот Гидроскал. То есть у него 29 очков, больше он сейчас не заработает, поэтому надо бить его. Но можно еще как вариант посмотреть, может быть, кто-то другой еще проиграет. Но в целом он меня устраивает. У него 50 тысяч хп. Это значит, что я его не слишком быстро убью, не слишком много очков заработаю. Тут, знаете, вот в этой игре, то есть тут чем ты быстрее его убиваешь, тем больше очков зарабатываешь. Но в этой игре есть такая вещь, как тише едешь, дальше будешь. Поэтому в самом начале выгодно чуть послабее бить, чтобы не обгонять других, чтобы сделать потом финальный рывок на финише. Ну вот смотрите, я его побил, заработал 42 очка. И он, видите, у него 29 очков, он теперь упадет вот сюда. Лорд Седат у нас еще проиграл. Вот, к сожалению, его я тоже уже ударить не смогу. Если бы я начинал с него, то у него 33 тысячи здоровья. Я бы заработал сейчас не 42, а скорее всего 44 очка. Но это, правда, ни на что бы сильно не повлияло. Разве что вот он, вот этот мой, это мой самый главный, наверное, сейчас соперник, вот этот 001. Я думаю, он, скорее всего, все-таки ударит вот этого Лорда Седата. И поэтому меня чуть-чуть перегонит. Может быть, да, может быть, я здесь поторопился. Наверное, стоило вместо Гидроскала бить Лорда. Ну, видите, он такой таленький, я бы на нем заработал. А он у нас, видите, что он проиграл, что он проиграл. Ну, я думаю, вы поняли. Я просто все это так размусоливаю. Это реально хорошая действенная тактика, но я хочу, чтобы вы ее поняли. Она может помогать действительно обгонять тех, кто даже сильнее тебя во время турнира. Все, что для этого нужно, просто пропустить первую фазу и потом бить нужных людей. Как правило, это те люди, которые проигрывают. Смотрите, а он? А он похожий АФКшник. Или он в последнюю секунду сейчас кого-то ударит, или он АФКшник. Да, он АФКшник. А я-то думал, он такой же, как я, такую же тактику использует. А это просто, у него, наверное, телефон разрядился, или мама позвала борщ готовить есть, или еще что-нибудь. Так, ладно. Тогда мне нечего опасаться. Хоть вы и видите, что я сейчас, да, внизу турнирной лестницы. Не обращайте на это внимание. Я думаю, я в этом турнире, ну, в топ-3 попаду точно. Не знаю, как насчет первого места. Там по-всякому может выйти. Так, Блуд Ласт у нас проигрывает, ребята. Блуд Ласт. Где у нас Блуд Ласт? Блуд Ла... Так, вот он он. 56 тысяч. Довольно-таки такой тоже парень. Ну, ничего, справимся. Кто-то меня атаковал. Смотрите, меня атаковал Том. Том, ты что делаешь? Том, совсем, что ли, с ума сошел? А Том, смотрите, какой слабенький. У него 33 тысяча. Я могу Тому ударить. Очень сильно подрасти. Могу Блуд Ласту ударить. И вот сейчас, на самом деле, я думаю, то ли ударить, то ли не ударить. Кого из них ударить? Видите, я опасаюсь, слишком много очей набрать. Но если я сейчас даже 45 наберу, но 45 я, наверное, не наберу, это что будет у меня? 85, 6, 87. Я тогда рискую Сашу обогнать и не бить его в следующем ходу, если сейчас слишком много, если я прямо 45 набью. Даже если 44 могу с ним... Ладно, я Блуду ударю. Ударю Блуду, потому что у меня тогда меньше шансов, что я наберу прямо вот много очков. Я не хочу Сашу обгонять. Я хочу, чтобы Саша у меня был моим соперником где-нибудь в следующем раунде. Это мне будет на руку. Видите, появляется снайпер, как только мы теряем первого бойца. И очень неплохо накидывает вражескому лучнику. Мы получаем 40 очков за победу. И, значит, мы Сашу не обгоним. Это очень хорошо. Это как бы то, на что я и рассчитывал. Видите, если бы я сейчас набрал... Вот если бы я убил... Вот кто у нас там проиграл? Вот этот Том, да? У него 300... Я за него мог вполне получить 45 очков ровно. И мог бы обогнать Сашу, и уже бы его не смог ударить в следующем ходу. Ну, может быть, мне его и так не придется бить. Но посмотрим пока что. У нас еще Сер-Сер... Сер-Сир проиграл. Но это нас вообще не интересует. Ладно, окей. Следующая фаза у нас сейчас начнется. Но, возможно, я зря. Может быть, как бы, понимаете, я могу, в принципе, слишком перемудрить сейчас. Может быть, мне и стоило тоже атаковать вот этого Тома и быстро вперед вырываться. Так, четвертая фаза. Ну что, смотрим, кто тут как воюет вообще. Пока что никто никому не проигрывает. Хотя тут, видите, уже многие начинают бить по тридцатке. Саша, это, Солос. Они не пытаются бить тех, кто выше. Меня уже... В принципе, все, кто выше меня уже атаковали, меня интересует только Ками. Как еще Ками будет бить? Меня вот Ками интересует. Я сейчас поэтому пристально за ним слежу. Если Ками выигрывает, то там тактика простая. Мы смотрим, у кого меньше всего очков, того и бьем. Потому что он, скорее всего, точно вылетит, и мы с ним уже в следующем раунде не будем биться. Ну, хотя там уже много кто вылетит. Так, ну Ками, если что, вот у него прям 39 тысяч. Его бей не хочу. За него много очков дадут. И, в принципе, четвертая фаза. Уже пора вырываться вперед. Да, мы будем бить Ками, я думаю, вне зависимости от ситуации. Тем более все остальные, в принципе, ну как бы сыграли. Смотри, 45 очков. Какое-то время они будут держаться, а потом начнут помаленьку таять. 44 очка за победу. 43. Успеем за 44? Нет, 44. За 43 мы этого парня укокошили. Я думаю, там тоже можно было бить этого ТТТТ... Вот этого Тома ФФВ. Скорее всего, мы бы за него тоже 43, наверное, пол... Хотя, нет, наверное, все-таки мы бы за него 44 получили бы. А то и все 45. Но, видите, а все равно мне с Сашей-то и так, и так драться не пришлось. Так что, ничего страшного. Все. Четвертая фаза пройдена. У меня 125 очей. Сейчас мне еще одна победа. И посмотрим, какой в итоге у меня будет результат. Ну, здесь меня смущает вот этот хеп-хап. Хеп-хап. 146 очей у него. Но он сейчас, видите, в чем проблема. Хеп-хап, он сейчас выйдет в топ. И он не сможет бить с бонусом плюс 45. То есть, он начинал с первого хода бить. Он вышел вперед. И сейчас уже он сможет максимум 30-ку добавить к своему результату. Но он все равно меня обгонит. Потому что даже плюс 30-ка, это у него будет 140, 50, 60... 170 очей он может сейчас наколупать. Я-то уже столько не набью. Я могу бить вот этих двоих. А и вот этого еще могу бить на 58. Но я вот, конечно, вот этого товарища ударю. И в итоге набираю 168 очков. Но вот этот товарищ все-таки 176. Да. Но у меня второе место сейчас будет по итогам этого турнира. Но, к сожалению, не первое. Может быть, я, знаете, зря еще перестраховывался. Я бы мог все-таки более таких слабых противников брать. Набирать чуть больше очков. Здесь бы это сработало. Но это тоже тактика. Надо, на самом деле, еще внимательнее быть. Присматриваться вообще ко всем врагам на поле боя. Кто из них что может из себя представлять. Так у вас будет более полная картина. И вы тогда можете, ну, как бы, принять решение более правильное. То ли топить вперед, то ли не топить. А чуть-чуть подождать. Видите, многие начинают проигрывать. Так, вот все у нас. Подходит к концу фазы. Что у нас здесь сейчас? Посмотрим. Что нас ждет? Море хранит молчание. Вторая позиция, да. Но это было и так ясно. Забираем награду. Но давайте еще раз попробуем. Еды у меня хватит? Да, еда у меня, по-моему, есть. Давайте еще один турнир я сейчас сбегаю. Причем я вот тоже за кадром там на первое место турниры выигрывал. За это еще и билет дают дополнительный. Вообще билеты можно за день два билета получить. Один за просмотр рекламы. Там три раза смотришь рекламу, получаешь билет. Еще вот эти вторжения. Десять вторжений проходишь, получаешь билет. Еще и за первое место получаешь билет. И у меня сейчас этих билетов скопилось. Я вот все надеюсь. Я, ребята, как-нибудь для вас устрою прямо турнирный стрим. Главное, чтобы у меня проблем с интернетом не было. Так, ну что там, давайте уже. Двух врагов найти не могут. Так, вот, нашли. Давайте просто сейчас протыкаем, посмотрим, кто здесь мои соперники. Мои соперники, ну, пока что я не вижу ни одного игрока, которого я не мог бы победить. То есть, они, в принципе, все такие для меня сносимые. Сносные враги. Но я все равно буду пропускать первую стадию. Знаете, зачем? Ну, вот смотрите, я если быстро займу трон, то я потом смогу максимум на 30 бить. Я хочу с самого начала бить по 45. Ну, даже таким образом я могу слишком быстро выйти в топ. Но все равно, сейчас посмотрим, как пойдет. Ладно, у нас пока первая фаза. Я, наверное, пойду сгоняю сейчас это вторжение попрохожу, пока там время тикает. Кстати, тут тоже такой момент. Сейчас я о нем скажу. Смотрите, вот это соперники вам на турнире. Они подбираются по двум показателям. Всего лишь по двум показателям. Это уровень вашей казармы и уровень вашего тренировочного зала. То есть, ваша казарма определяет, сколько у вас может быть бойцов, да, уровень казармы. У меня сейчас казарма на три бойца. А уровень тренировочного зала, какого максимального уровня могут быть ваши бойцы. То есть, вам никогда не будет, не подсунут противника. Ну, допустим, если у вас максимальный уровень бойцов 20-й, вам не подкинут противника, у которого 30-й уровень. Или если у вас максимум 3 бойца, вам не подкинут противника, у которого будет 4 бойца. В этом плане турнир, он, ну, как бы, скажем так, правильный, логичный. Но, если вы торопитесь развиваться, если вы слишком быстро прокачаете свои здания, не подготовив какие-то вещи для ваших бойцов, или там, не докачав их, то вы встретите слишком сложных противников. И этого уже будет, как бы, не очень. Поэтому не надо торопиться качать здания. Именно, я имею в виду, именно два здания. Казарму и тренировочный зал. При этом можно вполне спокойно взять, вполне спокойно взять и прокачать там, ну, я не знаю, допустим, можно даже тронный зал прокачать и начать строить новые постройки, там, кузню для брони, чем я и собираюсь в ближайшее время заняться. Всякое такое. Но при этом не трогать вот эти две постройки. А именно улучшать казарму и тренировочную для бойцов нужно тогда, когда вы уже на арене насражаетесь и поймете, что, ну, вы и так, в принципе, всех на арене побеждаете. Ну, то есть, как правило, ваше дело это золото и серебро. И у вас уже подготовлены какие-то вещи, чтобы, когда вы перейдете на новый уровень, у вас была возможность ваших бойцов одеть. Так, ладно, сейчас просто смотрите, все, я сейчас я просто слежу, кто будет вылетать. Вот оно поражение у какого-то, вот у этого товарища. 41 тысяча у него здоровье. Сейчас смотрим, если еще будет поражение у кого-то слабже, вот у этого, допустим, на 33 тысячи, то буду бить его. Джонни. Джонни, давай. Вот Джонни, меня интересует... Сейчас меня интересует только Джонни. Если Джонни проигрывает, то я бью вот этого араба. Если Джонни выигрывает, то я бью, наверное, Джонни. Ну что ты скажешь, Джонни? Джонни, действуй. Ну что-то я не знаю, ребят. Джонни уснул, что ли, 20 секунд остается, Джонни ничего не предпринимает. Но я буду бить его тогда. Буду бить его, потому что он слабенький, щупленький. Что, Джонни точно нет? Потому что, по крайней мере, за него много очей можно сразу набить. Я думаю, быстро его снести. Поэтому начнем с него. Хоть он... А он, смотрите, у него супер тактика. Он забил всех в броню и дал им арбалеты. Он думает, что это хороший способ победить. И я, на самом деле, не знаю, что он думает. Ладно. 43 очка за Джонни. Возвращаемся домой. И... Так, третья фаза сразу у нас пошла. Джонни, да. Джонни так и не сделал хода в прошлый раз. Что у нас теперь здесь? Смотрим опять, кто в эту фазу. Хотя... А вот, смотрите, Джонни, он все-таки успел сделать атаку. Вот уже там под конец. Он, то есть, примерно где-то со мной в один момент бил. Бил вот этого араба, который проиграл. Он долго думал, кого же бить. В итоге у него не получилось ничего. Опять смотрим, как все ходят. Кто проиграет, кто нет. Чтобы, если что, быть уверенным. Что ты не упустишь цель. Вот. Она лилер у нас проигрывает. Где он у нас? Так, так, так. Где он у нас? Вот он он. Все. Бьем его, потому что он уже больше 62 не набьет в эту фазу. А значит, мы его в любом случае уже в следующей фазе бить не смогли бы. Кого бы мы не били. Поэтому бьем его. Плюс 41 очко здесь мы зарабатываем. Есть, правда, сейчас риск, что я могу вырваться на первое место. Раньше, ну, то есть, где-нибудь на четвертой фазе. Это было бы плохо, если я на четвертой фазе вырвусь в топ. И здесь вообще сильных игроков уже не осталось, да, которых бы я не мог одолеть. Но в этом плане хорошо. То есть, что даже если я там буду на втором месте, мне будет кого бить. Так, все, до следующей фазы. Что там, пара секунд. Сейчас смотрим. Девятое место было, стал я пятым. Да, сейчас может быть опасно. Если я вырвусь на первое место, к пятой фазе, это будет плохо. То есть, надо, чтобы я мог еще кого-то последним ударом желательно ударить с бонусом x45. То есть, понимаете, вот сейчас в топе у нас сейчас камп в топе. 129 очков, да. Смотрите, если я зарабатываю 40 очков, то у меня будет, что там, 124. 124. А я, в принципе, смотрите, я даже если 45 зарабатываю, то окей, я все равно, ну, как бы я в любом случае буду вторым. Но я 45 не заработаю, я все равно там 44, 43. Я могу бить кого угодно. Ну, бить мне кого? У меня тут, в принципе, вот они, три цели. Будем сейчас бить того, кого бить проще. Вот этого товарища. На 45, я думаю, все равно не жахну. Все равно 44, да, там какие-нибудь. Димон, ты чего никого не бьешь? Чего думаешь? Замерз Димон у нас. Ну, в любом случае, видите, вот в чем проблема. Камп, он так и останется на первом месте. Я его сейчас не обгоняю. А, ну, как бы он был на первом месте, он сейчас останется на первом месте. И в пятую свою фазу он сможет атаковать только с бонусом плюс 30. А я смогу атаковать его с бонусом 45. Вот и вся разница. Потому что я медленнее ехал, а он торопился. Поэтому я его обойду. Так, ну ладно, что, вот этого товарища жахнуть? Или все-таки не рисковать? Прямо не рисковать. Не рисковать я имею в виду в том плане, что вдруг я наберу 45 очков, и у меня тоже будет 129. Но не наберу же, да, я же вот так невольно быстро. Ладно, давайте. У него там еще лучница есть. Лучница далеко. Пока до нее добежишь, ну вот 100% уже хотя бы 44 будет. Если они, конечно, мне не убьют одного бойца, у меня не появится арбалечик, который убьет лучницу. Блин, ребята, 45 мне нельзя. Вот, 44, отлично. 43 даже. Вот, все окей. Зря. Не, 45 практически... Я не знаю, 45 реально набрать? 30 реально, но 45... Вот, у меня 127, у него 129. Сейчас следующим ходом я вот этого каму... Давайте посмотрим, что у него. У него тут синяя булава, синий арбалет, синий посох. У него три синих пушки, в отличие от меня. Знаете, в чем моя проблема? У меня синих пушек ни одной. У меня все оружия. У воина серый меч. У ловкача зеленые кинжалы. У мага, по-моему, серый посох. То есть, у меня синего оружия нету вообще. Но я думаю, это не станет для нас проблемой. Зато у меня есть фолиант. Фолиант, он, знаете, он... Какая штука крутая. У меня даже есть такие некоторые бои. Ну, хотя я его уже сейчас не найду среди всех моих боев. У меня даже был, по-моему, как-то разбой, где я затащил именно за счет фолианта, и там фолиант у меня срабатывал аж два раза. Так, ладно, что у нас? Пятая фаза. Мне бить-то некого, кроме вот этого кама. Момент истины. Давайте, бьем, товарищи. Отлично. Он мне вышибает сразу моего парня с даггерами. Появляется мой снайпер. Вышибает ему его снайпер. И это изи победа. Плюс 43 очка. И что у нас в итоге, ребятки? Смотрите. Опа! 170 очков в итоге я набираю. Конечно, это будет первое место. Я пока пойду. Там пока, там все это закончится. Я пока что вторжение помучаю. А вот еще недавно тоже парень у нас в гильдии писал. Знаете, что писал? Что он апнул свой уровень казармы и тренировочный зал. И ему вторжения уже стали такие сложные попадаться, что он не мог их проходить. Ну, потому что, опять же, вот видите, оказался неподготовлен. Лучше не торопиться. Можете, ну, как бы себе запортачить развитие. Лучше сначала прокачаться, прокачаться, потом улучшаться. И даже вот по поводу казармы и тренировочного зала. Вам по обоим, по обоим этим зданиям подбирается противник. То есть, я вот сейчас схожу, да, на турниры. Ну, вот там сражаюсь с какими-то врагами. Я могу прокачать только тренировочный зал. И тогда мне будут попадаться такие же враги, как я, у которых 3 бойца, которые могут быть максимально 30 уровня. Либо я могу прокачать только казарму сейчас. И тогда мне будут попадаться враги, у которых, как у меня, только казармы. То есть, у которых, как у меня, только 4 бойца. Ну, то есть, за казарму 4 бойца, но 20 уровня. То есть, вы можете вот даже так. Так, сначала одно здание прокачать, тоже на арене покрутиться. Потом второе уже здание прокачать, опять же на арене покрутиться. Ну вот такое дело. Что там? Три, две, одна. Давайте уже мою награду за первое место. Вот видите, а он в топе был, ему некого было бить на 45 очков. Вот она, тише едешь, дальше будешь. Забираем награду за первое место. И плюс еще один, видите, еще один билетик сейчас я себе достал. И еще сейчас вторжение попрохожу, тоже билетик достану. Правда надо еду где-то достать. А где мне ее достать? А я ее, наверное, буду попрошайничать. Христа ради, дайте еды мне, мои любимые соклановцы. Ну и, наверное, можно у вас лак купить. Хотя, не знаю, золото мне сейчас на постройку зданий нужно. А то у меня два строителя, и оба простаивают, ничего не делают. Да, еще, кстати, по поводу зданий. Вот такое у меня появилось здание. Знаете, что делает? Позволяет мне улучшать мои заклинания. Я вот уже дух льва прокачал, теперь надо прокачать магический шар. Но для этого надо набрать вот здесь 55 тысяч. Так, вы, ребята, еще учитесь, да? Джокер у нас учится на алхимика. Вот парень тоже учится на алхимика. Так, а кто сейчас временного алхимика, некого направить? Ну ладно, все сейчас это в заботах, в учебе. Пускай учатся. А ты у нас, вот новый, Лукас наш новый осеменитель. Мужик на 4 звезды. Сейчас мы ему найдем хорошую девушку. Для хорошего времяпровождения. Так, котик пока что устал от любви. Тоже устал. Да что ж ты? А, вот Хестер. Отлично, Хестер. Нам нужно потомство. Ну, у меня сейчас, в принципе, так неплохо. Идут дела практически. Уже двухзвездочного вот сегодня, да, Фреда, последнего выгнали. Двухзвездочного. То есть у нас сейчас все на 3 звезды, много на 4 кто. Не хватает только первых поселенцев на 5 звезд. Но в целом, вот видите, как, смотрите, у нас тут звездность. Уже вот все ползет, 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 растет. Знаете, еще вот это здание с трофеями, я постоянно думаю об этом. Я его когда строил, я примерно представлял, что это бесполезное здание. Будет так просто покрасоваться, что-то выставить на него трофеи. Но я надеялся, что его можно будет убрать. То есть я надеялся, что, знаете, тут есть редактор, что его можно убрать и все. И чтобы оно не занимало место. Но если ты его уже один раз построил, то его убрать нельзя. И мне кажется, это бесполезное здание. Вот если бы я второй раз играл, я бы его просто даже стоять бы не стал, чтобы оно место не занимало. Даже, знаете, не то что место. На место пофиг, место потом будет расширяться, будут открываться новые этажи. Вот здесь вот с площадочкой для дракоши. Дело даже не в этом. Дело в том, что оно мне просто мозолит глаза. Оно мне не нужно, это здание с трофеями. Только вот лишнее, знаете, как бы место вроде занимает, на глаза бросается. Но это здание ни о чем. Зачем оно? Не зачем. Просто так. Ладно, ребятки. Вот, в общем, вот такие вот у нас дела. Активно участвуем сейчас в клановых битвах. Часто побеждаем, но, как видите, не всегда. Вот, как бы последняя битва у нас что-то не задалась. Но, в основном, вот последнее, знаете, вот до нее второе-первое место. Первое-первое-второе. Вот так мы обычно в клановых войнах участвуем. Сейчас, наверное, надо это. Маленько отсеять игроков в гильдии, чтобы и дальше у нас все это хорошо шло. Мне нужен сейчас человек, который будет отслеживать, записывать, кто сколько звезд заработал за последние дни, чтобы было уже понятно, кого кикать, а кого нет. Ладно, ребятки. Главное, что я хотел вам, это показать вот эту тактику имбовую на турнирах пропуска первой фазы. Надеюсь, что вы ее восприняли. Если вы тоже играете в Хасл Касл, будете ее использовать. А у меня на этом все. С вами был 11101. До новых встреч.